Нелли Каневец всю жизнь проработала в городских библиотеках. За долгие годы автор собрала и переработала сотни исторических материалов. Над новой книгой трудилась 9 лет. Нелли Каневец считает, самое главное в библиотечной работе – это людям. В данном случае у нас речь пойдет только об одном отрезке времени истории библиотеки, которому, я считаю, очень важно было уделить внимание в работе. Это, прежде всего, самые тяжелые годы, которые пережил наш город Севастополь, вторая героическая оборона 1941-1942 годов. И в то же время такую же тяжелую судьбу перенесли все библиотеки нашего города. Валерий Володин, директор музейного комплекса «35-я береговая батарея», тоже внес свой вклад в подготовку издания. Он представил фотографии из личного архива. Также рассказал, сам был читателем библиотеки Гайдара в 50-е годы. Прошло время, что-то такое сказанное слово, оно упало и начало там прорастать. Эмеля Викторовна схватила до горла и говорит, так, давай материальчик. Когда-то он, так я написал, это вот наши газеты, которые мы выпускали, и там коротко написал. Нет, надо расширить, надо добавить. Вот изъял у меня эти фотографии, вот они сегодня, книжки печатаны, наш класс первый. Вот моя сестра, вот я, вот мой младший брат и второй двоюродный брат. Труд был написан не случайно. Севастопольская детская библиотека имени Гайдара – старейшая в Украине. В архивах про нее было найдено огромное количество исторических документов. Я нашла огромный материал о деятельности и о значении библиотечных работников в годы обороны и в годы освобождения Севастополя. Тяжелое положение было работников в библиотеках не только нашей и других, и в годы оккупации, которые пережил Севастополь. И в этой книге я даю пофамильно, найдено, мне очень повезло, что нашлись все-все библиотечные работники в документах, которые работали здесь до войны, во время войны. Книги розданы в библиотеке Севастополя. С исторической работой можно ознакомиться, начиная уже с сегодняшнего дня. Дмитрий Слезовский, Олег Ивашенко, программа «Наше время». Продолжение следует...